Расскажите, пожалуйста, где Вы работаете и чем Вы занимаетесь? Я работаю в Институте экспериментальной ботаники, старшим научным сотрудником. Работаю уже достаточно давно, то есть я пришла в аспирантуру в 1995 году, поступила, но и с тех пор в Институте ботаники я работаю. Ну, чем мы занимаемся? Ну, довольно, ну, на наш взгляд, обычная научная деятельность, то есть это участие в каких-то проектах, выезд в полевые экспедиции по необходимым территориям, ну, обработка материала, написание отчетов, написание научных статей, там, организация участия в конференциях, организация семинаров конференции. Ну, вот, если конкретно над чем работаем, ну, допустим, проекты этого года, из болотных проектов, это Споровская и Званец, мы изучаем влияние кошения и управляемого выжигания на болотную растительность. Вот закончили недавно большую работу с картированием растительности Нарочанского парка, Национального парка Нарочанский. Это была очень большая работа, много людей было там задействовано, но и результат тоже хороший, то есть серия карт издана, биотопы Национального парка Нарочанский, и растительность Национального парка Нарочанский вместе с книгой, которая объясняет все это. Работаем мы над созданием вот подобного продукта для Беловежской пущи, то есть это будет уже двухтомник, один том будет растительности Беловежской пущи, второй том биотопы Беловежской пущи. И такой неболотный проект у нас еще идет, это рекреационные леса Республики Беларусь, то есть как-то меня случайно так я в нем оказалась, но пришлось даже создать такой продукт, как зонирование рекреационных лесов Республики Беларусь, то есть на основании очень такой многофакторной оценки с учетом экологических условий, там каких-то рекреационных условий, вот было создано такое зонирование. Ну, в общем, ну, на наш взгляд, довольно обычная научная работа. Хорошо. А с чего вы начинали вообще свой путь? Как вы пришли к такой работе? Ну, где-то учились, ну, как бы выбрали по душе. Ну, если так вот совсем уж далеко углубляться, то как бы в детстве я всегда хотела стать врачом. Мне вот как бы до сих пор эта профессия кажется безумно привлекательной. Ну, естественно, предметы, которые вот мне нравились в школе, это была биология и химия. Биология, не знаю почему, химия, он был очень харизматичный учитель у нас, ну, как бы нельзя отнимать харизму в преподавании, потому что это всегда безумно привлекает, конечно. Но биология как-то вот сама. И вот эти предметы у меня и лучше всего шли, я там в олимпиадах каких-то участвовала и так далее. И когда уже пришла пора вот в следующем году поступать, как-то вот, ну, какое приличное слово подобрать, короче, забоялась я, что не поступлю в мединститут, потому что, ну, было тогда еще в советское время, я в 88-м году заканчивала школу, в мединститут, ну, однозначно было поступить очень трудно, и там и экзамены большие и так далее, всякие обстоятельства, вот. В общем, короче, решила я, что, наверное, я, ну, не смогу осилить сего поступления. Ну, а поскольку два предмета вот этих мне больше всего нравилось, я стала искать, куда же еще можно с ними деться. И нашла, то есть вот биофак, мне казалось, что там не будет химии, если бы убрать химфак, мне не хватало биологии. И я нашла такое прекрасное место, как пединститут, сейчас педуниверситет, факультет биологии, нет, факультет естествознания, отделение биологии и химии. Вот мне показалось, что это, ну, вот прямо, прямое попадание в меня, и я даже пошла быть вожатой в школе, ну, каких-то там младших классов, хотя бы понять, насколько мне это подойдет. Как бы все сложилось, и я туда поступила без особых проблем, вот с одним экзаменом просто, и учиться мне нравилось, все было хорошо. Но отучившись, мне показалось, что мне учиться просто надоело. Меня в аспирантуру звали тогда, но мне казалось, что аспирантура – это просто продолжение университета. Думаю, нет-нет-нет, все-все-все, я хочу работать идти. И я ушла в школу. В школе я была учителем химии. Два года я отработала в школе. Ну, и потом мне показалось, что этого уже мало, и все-таки надо идти туда, куда позвали. И вот таким образом я оказалась в аспирантуре в Академии наук. Вот. Ну, и придя, конечно, я не очень хорошо представляла, что такое научная деятельность, потому что, ну, фактически, был тут дипломная работа была и так далее, но все-таки это немножко не то студенческие работы. Мне дали тему диссертации. Она касалась луговой растительности бассейна реки Свислыч. Ну, поскольку я пришла вот как бы с большими глазами с улицы, то, ну, конечно, я ее взяла, я ездила, я там делала много работы по ней. Но вот что-то как-то не лежала душа, как потом выяснилось к ней. И, ну, вот опять-таки, каким-то таким удивительным образом прошло время, и наступили вот такие времена, когда не было финансирования. Ну, наверное, это всем известные времена, да. То есть денег нет, финансирования нет, научных исследований такого, ну, должного, скажем так. Полевых выездов тоже не хватало, потому что ездили мы на электричках даже, вот, ну, в экспедиционные выезды, вот такие короткие, когда можно за день выехать и вернуться, потому что, ну, не было денег даже вот на переночевать где-то там и так далее. Вот. И стали мы уже, как бы, искать деньги, ну, сами. То есть вот мы и были поставлены на такие условия, когда мы сказали, что денег нет, ищите сами, есть вот международные фонды, проекты, давайте, как бы, вы молодые, двигайтесь куда-то. Ну, вот. Была у меня такая коллега и подруга Инна Бернякович, у нее была вот как раз болотная тематика, то есть она должна была заниматься болотами. Вот. И, ну, она говорит, ну, давай вот там, какой-то проект, вот, что-то, то, сё, вот я там писала, там вроде откликнулись. И два года шла переписка писем с Розуочий институтом, который поддерживает полевые исследования способом таким, что присылает волонтеров, как бы, на работу в полях, ну, и деньги, соответственно, на автобус, на проживание, там, переезды, питание. То есть, как бы, присылаются финансирование и люди в помощь исследователям. Ну, мы, как бы, обязаны принять, показать, объяснить суть работы, внедрить их в научный процесс, они должны, как бы, вот в нем участвовать. Ну, и в конце концов мы их должны через две недели, ну, вернуть обратно на родину. Вот такой был смысл. Ну, я говорю, только два года шло только переписывание писем. За эти два года вот это моя подруга Инна нашла себе работу в Италии и сказала, что я уезжаю. Вот. И проект завис, потому что мне болота, как бы, были, ну, не очень-то нужны. У меня своя работа уже, материала на ней набралось много. Вот. Но поскольку проект уже, как бы, практически стартовал, то есть все, все дали, были получены все разрешения, все уже, ну, от денег уже никто не отказывается. То есть проект пришлось, ну, и говорю, ну, да хорошо, давай я возьму твоих волонтеров, давай. Вот. Потому что я собиралась работать в этом проекте, ну, вот просто как обычный сотрудник, не как руководитель проекта. Ну, вот так вот получилось, что стала я руководителем болотного проекта. И это был 2004 год. Болото тогда, ну, вот, они были не в тренде, никому они не были нужны. То есть вот я ходила и просила людей, поедем со мной в экспедицию, поедем на болото. Вот мне нужны коллеги, мне нужны люди, которые там будут работать, помогать. И вот так вот как бы насобиралась команда единомышленников, которые вот вывозили вот этих вот волонтеров в болото. Конечно, трудности возникали безумные тогда, потому что сама вот эта мысль, идея, что к нам приедут люди, и нам пришлют деньги, и мы поедем на болото с этими людьми и деньгами, вызывала гомерический хохот вот как бы у остальных сотрудников постарше. То есть, ну, буквально крутили пальцем у виска и говорили, ребята, вы чего? Ну, вот как бы это звучало фантастически. Хотя сейчас вот, ну, это же абсолютно нормальное дело. Вот. Очень большие трудности были с бухгалтерией, потому что деньги были присланы, они лежали в институте. Как их отдать мне, бухгалтерия, ни банк, ни бухгалтерия, они не понимали. То есть, а развозчик институт был готов перечислить деньги просто мне на карточку. Им как бы не нужно были вот эти там договоры. Это я просила, что давайте через институт давайте договор. Ну, кто вот как бы я такая Наташа Зеленкевич, а все-таки институт ботаники – это все-таки организация. Вот. Ну, и как бы ситуация была очень тупиковая. Первую группу, в общем, пришлось вести за свои деньги. Потому что люди уже приехали, денег нет. То есть, насобирались деньги свои и окрестных родственников, и друзей. И вот так вот мы, то есть, жили мы там практически бесплатно, там в каком-то недостроенном доме лесничества. То есть, ночевали все там вот возле стен на раскладушках. Ну, то есть, вот такое было начало проекта. Еще они обычно в начало проекта присылают такого человека из развозчинного института, который посмотрит, все ли хорошо с этим проектом, и не надо ли его закрыть. Ну, это хорошая практика. И приехала девочка, да, Эмили. Ну, ей, как ни странно, все понравилось. Она просто до этого вернулась из Африки, из африканского проекта. Видимо, на фоне Африки у нас было, ну, не так уж все плохо. Потому что я знаю, что моего коллеги из России, вот мы с ним вместе были на конференции в Оксфорде, и его проект закрыли после вот первого посещения. То есть, приехал такой же человек, все развозч, там, они выехали в какой-то неправильный сезон, то есть, он там должен был ловить присмыкающихся, они не ловились, потому что они просто еще не вышли, там было холодно. В общем, они сидели две недели под какими-то проводами в пойме Волги, и, в общем, их проект закрыли сразу после первой группы. Сразу же. То есть, он приехал, и все было остановлено. Ну, и меня могла такая судьба ожидать, потому что даже туалет у нас был без двери, например. Ну, вот было-то, вот такие условия были. Вешали за навеску. Вот. Ну, там как бы ничего страшного, потому что составляется брифинг экспедиции перед экспедицией, где описывается подробно, там, чуть ли не цвет носков, которые надо привезти с собой, чтобы чувствовать себя комфортно. Там описываются все условия, и бытовые, и рабочие, как бы вот максимально приближенные к реальности, и описывается, ну, худший вариант всегда обычно, потому что, ну, такое может случиться. Ну, вот, в общем, проект стартовал этот. Вот я так стала руководителем болотного проекта. Настолько как-то болоты никому были неинтересны, что мы даже брали, вот делали одну лесную пробу. То есть, мы делали профиль, прокладывали. Профиль – это такая как бы линия, ну, по поверхности, скажем, земли, которая прямая должна быть, и на этой линии мы смотрим, как изменяется растительность. Вот здесь, например, такой лес растет, здесь там осочник какой-нибудь, дальше уже начинается там такое болото, дальше там сосняк уже пошел. Вот все это должно быть описано, заложены пробы в каждом из этих участков. То есть, мы начинали с леса. Сейчас мы уже так никогда не делаем. Сейчас мы уже как бы сразу в болото, из болота и начинаем. То есть, тогда мы думали, что лесные пробы нам очень пригодятся, а вот эти болотные, ну, пускай будут, ну, что же уже делать, это же болотный проект. Вот. Да, все, к сожалению, все было так. Ну, прошло буквально года, наверное, год. Уже со следующего года стало понятно, что это вот как бы, ну, интересно. То есть, вот нас самих это захватило. Как-то я уже как-то, поскольку на луга, я уже просто не успевала. Этот проект забирал все время, с апреля по октябрь. То есть, ничем я больше не занималась, кроме как этим проектом. Вот. То стало понятно, что с лугами как-то надо завязывать и, видимо, переключаться на болото. И вот там уже как-то стало получше. Уже мы и в болото стали дальше уходить, уже и леса стали так немножко в стороне оставлять. Вот. А с шестого года, ну, наукой мне там особо некогда было заниматься, потому что в основном время уходило на оформление бумаг, каких-то бесчисленных документов и на вот эту вот организацию. Да, потому что надо, чтобы все было у всех хорошо, чтобы была там еда, вода и так далее, и тому подобное. Вот. Но с шестого года Дмитрий Грумов с нами тоже, он ездил в экспедиции, он уже защитил свою диссертацию и вот стал как бы научной составляющей проекта. То есть, и вот с этих пор, с шестого года, у нас пошли такие и болота очень крупные, и профили такие, там вот пять километров, например, по болоту Ельни. Это вот с шестого года профиль заложен такой. То есть, там уже стала научная составляющая очень сильная. И вот так вот это все шло до, вплоть до одиннадцатого года. В рамках этого проекта у нас был проведен еще ряд таких подпроектиков небольших, потому что, ну, мы никогда не отказывались. Там звонит Розвуч, говорит, а не хотите ли вы принять там английских учителей? Ну, чего не хотим? Хотим, давайте там. Ну, им надо там читать лекции, то есть проект удлиняется еще на неделю, потому что три дня у них лекции до проекта, два дня лекции после проекта. Ну, хорошо, давайте, давайте. Присылали там и лекторов они, и, ну, в общем, ну, много чего интересного там было. Был проект со странами СНГ. Тоже приезжало много ребят, там, и из Грузии, и Азербайджан, и так далее. Вот такие для нас, как бы, интересные страны. Вот. Тоже такое было. Ну, то есть много за эти годы, как бы, вот таких подпроектов прошло в рамках вот этого большого, так сказать, проекта «Беларусь в Атлендс» он назывался. Ну, и, ну, вот, может, как бы, могу объяснить, что делали вот волонтеры, потому что волонтеры – это обычные люди, они приезжали, там, сотрудники банков, там, учителя, ну, кто еще. А как вы собирали? А это вот не моя была работа, это как раз была работа Ирзовича института. Ирзовича институт, он ищет вот таких исследователей, которые хотят вот этих волонтеров и финансирования с ними, и которые, ну, могут занять чем-то людей. То есть вот, ну, как бы, они тут приехали, но им надо какую-то дать организовать работу, что они смогут сделать. Вот. А уже их набирал Ирзович. То есть это или люди, которые сами хотели бы присоединиться к какой-то территории или проекту, который им интересен. Или же, вот у них очень была хорошо развита система, они брали какого-то крупного спонсора. Вот на нашу бытность, например, пришлось спонсирование HSBC банка. Это очень крупный, там, наверное, второй в мире банк является он им. И он спонсировал, ну, какие-то деньги выделял, в том числе и нам, и присылал своих же сотрудников. Вот, как бы, вот так это все было. То есть чаще всего волонтеры или иностранцы? Не чаще всего, а инотеры, иностранцы. Нет, у нас был один подпроектик, когда один год у нас белорусы были волонтерами. Но это вот было в двух группах буквально. Вот. Волонтеры и иностранцы. То есть мы считали, у нас было сто, сто пятьдесят шесть, что ли, волонтеров из сорока восьми стран мира. То есть в основном, конечно, это была Англия, Америка. Ну, вот так, допустим, двадцать оттуда, двадцать отсюда. Но остальное там и ЮАР, и Австралия, Сингапур, Малайзия, там, Гонконг. И, ну, бог знает что еще. Европа там, очень много стран европейских. Ну, отовсюду. То есть со всего мира. Канада, Бразилия была. Китайского волонтера не пустили, к нам почему-то визу не дали. Вот. Ну, вот, в общем, такие, да, было такое. Что они делали? Значит, гипотоническая работа состоит в том, что мы исследуем участок растительности, ну, вот, конкретного типа растительности. Вот мы пришли, там участок болотной растительности определенной. Значит, надо, прежде всего, отвести, ну, вот, пробу. Это называется проба. То есть участок обычно метров двадцать составляет. Если деревья большие, то, естественно, больше. Двадцать на двадцать метров квадрат. Вот его надо отвести. Замаркировать его столбами. Кроме того, что GPS-ом, как бы, это все маркируется. Ну, устанавливаются столбы специальные. Они подписываются, чтобы, придя там, спустя, там, три-четыре года, мы могли найти это место и повторить наши исследования. Вот на это, как бы, выделялись волонтеры. Потом все деревья внутри вот этого квадрата надо пересчитать. То есть какое дерево, померить его диаметр, записать все это, оно там сухое, живое. Ну, вот по каждому дереву, их обычно около двухсот, надо занести в бланк данные. Следующая работа, ну, это уже делает исследователь, он описывает на почвенный покров. То есть закладывается 25 площадок метр на метр, и в каждой площадочке ты пишешь каждый вид растения и его покрытие. Там он покрывает 20% площадки, там, 10% или сколько. Ну, это уже, естественно, делали наши ребята, потому что, ну, научиться такому за, там, два дня, ну, это просто невозможно. Значит, волонтеры что делали? Они делали продуктивность, мы смотрели. То есть делалось пять площадок вот на этой большой пробе, таких маленьких, 50 на 50 сантиметров. Там надо было срезать всю наземную растительность и разложить по видам ее. Вот это уже делали сами ребята-волонтеры. То есть этому они учились вот в первый буквально день. Видов на болоте немного, то есть разложить их легко, они хорошо отличаются друг от друга. Вот как бы это они делали. То есть все надо подписать, сложить в пакет. Еще мы даже взвешивали первые годы сырой вес, потом уже отказались от этого. То есть еще взвесить, записать вес, сложить в пакет, завязать. Кто-то из волонтеров в это время роет шурф. То есть сейчас мы в основном буром пользуемся. Но тогда, особенно на территориях, которые довольно сухие, это выкапывался шурф. И брались образцы почвенные. То есть уже исследователь описывал этот шурф. Брались образцы и потом он закрывался, закапывался. Так, что еще там мы делаем? Ну, вроде бы все вот такое вот. Вот как бы на все... А, нет, еще самое главное, надо же прорубить профиль. То есть это вот эту видимую линию через все болото. То есть там убираются... Обычно сосны на болоте растут. То есть они убираются по визирке и выставляются такие колы, пикеты. Они подписываются. Потом надо пройти с нивелиром и отнивелировать все превышения. Ну вот, чтобы нарисовать как бы профиль болота. То есть вот, например, ельня. Превышение от края до центра 8 метров, 8,5 метров. То есть центр поднят над краями на 8,5 метров. Это как бы не очень заметно, когда идешь. Ну, вообще заметно так ногами чувствуется. Но когда нарисуешь, все это очень хорошо видно. Ну, то есть вот, чтобы вот эту линию прорубить, тоже нужны молодые, здоровые ребята. А можно еще? Да. Это холм? Конечно. Верховое болото – это холм, да. Всегда холм. Единственное, что в нашей стране такая особенность есть. То есть верховое болото севера – это всегда холм. Верховое болото юга страны, вот Морочно, например, это не холм. Там есть небольшое превышение, но не больше, чем метра полтора. То есть, ну, вот, оно довольно плоское. Ну, даже не возраст. Вот, наверное, скорее всего, тип болот вот уже верховых, когда идет разделение вот по Юрковской внутри тип болот, то вот эти вот болота, у них маховой покров настолько плотный и настолько быстро растущий, что вот он может создать этот купол. А вот уже на юге разложение чуть больше, и, ну, вот они не выкатывают вот такой купол большой, потому что, ну, и растут они чуть медленнее. Ну, условия, климатические условия определяют. В центре вот они как раз такие, там, и не нашим, и не вашим, то есть они очень высокие, не растут, но превышение есть там метра три-четыре обычно бывает. Вот. Вот это вот такая особенность. Ну, изучали мы в проекте именно верховые болота. Ну, верховые болота, чем от низинных отличаются, знаете, нет? Верховые болота – это сфагновые мхи, прежде всего, ну, и кустарнички какие-то, сосна растет по болоту. То есть если сфагновый мух вы увидели, с сосной, значит, это, ну, однозначно верховое болото. Верховое. Да, отличаются они, самое главное, питанием. То есть верховые болоты, они воду берут только из атмосферы, поэтому там все так бедные условия жизни, то есть у них там не питание слабое минеральное, а низинные болота, они питаются грунтовыми водами. Грунтовые воды обычно, ну, хорошо минерализованы, ну, и атмосферными, естественно, тоже, но в основном грунтовыми. И там растут осоки в основном. То есть там сфагновые мхи, ну, практически не бывают. Это осочники, такие вот, залитые водой. Вот это низинное болото. Но в проект у нас речь шла именно о верховых болотах. Вот. Что-то еще хотел рассказать, но забыла. Ну, может, еще вспомните. Хорошо, а как вот сейчас, если ты хочешь так было поведом, куда тебе надо идти учиться? Что-то, например, специальность есть? Или что нужно, хорошо знать? Ну, вот в Санкт-Петербургском университете, по-моему, есть у них болотоведение, да? Что-то у них есть, что-то с болотными ландшафтами. Такая есть специальность в Санкт-Петербургском университете. То есть если вот уже кто-то очень хочет стать болотоведом и жизни своей без этого не представляет, то, ну, значит, туда. В Беларуси, ну, болотоведом может стать любой биолог. Ну, вот, грубо говоря, то есть, как говорится, приходите и становитесь. Преподаватель биологии и химии? Не обязательно преподаватель, ну, биолог, там, биофак, БГУ, там, ну, любой биологический факультет, там, в Пинске же, там, в Пинске же тоже, по-моему, есть, да? Вот, любое биологическое образование, любой биолог, неважно какой, может прийти и стать болотоведом. То есть ничего тут такого страшного нет. А если какой-то стандартный вопрос у меня, а если у тебя нет образования никакого, ты можешь... Биологического? Да. Ты можешь как-то попытаться с нас так болотоведом? Нет, ну, попытаться можно. Просто что? А для чего? Работать? Чтобы работать в таких проектах, вот, не просто волонтером, а, ну, то есть... Суперволонтером. Да. Суперволонтером? Ну, вы знаете, у меня суперволонтеры оказались, я никогда не ожидала. То есть, ну, группы разные всегда бывали. То есть, какие-то группы очень тихие, вот им отбыть время и убежать. Какие-то очень шумные, они там прямо наслаждались общением с друг с другом, там, всем подряд, всем интересовались. И вот мы с ними даже сами зажигались. Но самое удивительное... То есть, я читаю волонтерские форумы, они мне присылают заранее. И смотрю, что ко мне едет два волонтера. Один волонтер 76 лет, муж с женой. Второй волонтер 78 лет. Ну, боже мой, как? Что я с ними буду делать? И что, если с ними что-то... Как? Вот болото, там тяжело идти. Куда? 78 лет. Что делать? Куда бежать? Вот. Я была в шоке, честно говоря. Ну, это вот одни из лучших волонтеров моих были. Да, им было тяжеловато. Но мы их как бы берегли, волонтеров. То есть, сейчас мы в гораздо жесточайших условиях находимся. Так мы вот все-таки старались их не очень-то мучить. Вот. Но они приехали. Да, им все интересно, они везде. Да, и это мы хотим. А в хотели хотите? Да, хотим. А это хотите? Да, хотим. А давайте поедем посмотрим? Давайте. Вот как бы... То есть, они фору молодым давали только так. Потому что у нас какая-то вот до этого была группа, там были молодые девочки из Канады и США. Ну, вот ничего им особо было не надо. Они обрадовались только один раз, когда мы заехали в магазин деревенский, а там была Кока-Кола. Вот. Это их очень возрадовало. Они стали улыбаться. Так они грустные были вот все две недели. Вот. Наши участники проектов есть откуда-нибудь на другие проекты заглядываются? Наши участники в смысле кто? Вот если, тоже вот те, кто сейчас здесь у нас в блокпроектах, есть ли они вот так вот на другие проекты зарубежат? Уже более, как бы я понимаю, как вы были вот это. Да. Ну, вот я была тоже волонтером в чешском проекте, например. То есть, я какой-то выиграла грант на собственное развитие, грубо говоря, так. И, то есть, мне спросили, что вот вы за это хотите сделать? Я там хотела съездить в Питер, в Вин. Что-то там я еще хотела лобтоп, по-моему, приобрести. Ну, там небольшие были деньги. Они говорят, а вы не хотели бы съездить в другой проект, посмотреть, как работают другие руководители проекта? Я говорю, хотела. Я просто, ну, не додумалась до этого. И вот я поехала в Чехию в такой же волонтерский проект, как мой. И пробыла там волонтером. И, как бы, ну, вот, чему-то научилась, что-то я вынесла оттуда, чем-то поделилась своим. Ну, вот, в Верзвуч-институт, как бы, если вы хотите туда стать волонтером, там, ну, просто надо зайти на их сайт и найти вот эти опции, как это можно сделать. А, ну, так в проекты, ну, ездят же наши ребята куда-то, там, то в Польшу, то в Литву, то еще куда-то. Профессионалы, да. Профессионалы, да. А вот так вот просто ребята. Ну, вот Верзвуч-институт, опять-таки. Но там вам все равно придется найти какого-то спонсора, который оплатит ваш переезд. Из чего состоит рабочий день ваш? И на два пункта. Разве этот вопрос, как в офисе, так и когда вот у вас летом какие-то там лагеря, проекты. Именно что вы делаете на болоте? Ну, в офисе довольно банальный день обычного офисного сотрудника, я так предполагаю, потому что, ну, к девяти ты приходишь на работу, делаешь себе чашку кофе, садишься за компьютер и вспоминаешь, что надо встать только когда уже, ну, вот уже надо встать. То есть вот сидишь, делаешь отчеты, что-то там ведешь переписки и так далее. Вот. И так вот это продолжается до вечера. Вечером ты встаешь и уходишь. Единственное, что если какой-то, особенно осенью это вот мы этим грешим, если идет какой-то там супер важный отчет или супер важный проект, да, ты тогда записываешь все на флешку, идешь домой и садишься дома и продолжаешь делать то же самое. И в выходные, и... Ну, то есть такое бывает, да. Тут, ну, ничего не сделаешь с этим. Вот. День полевой. Ну, как бы, такой он потяжелее, чем офисный, конечно, потому что встаешь рано, потому что надо приготовить завтрак. Вот когда у нас был волонтерский проект, у меня обязан был быть повар по условиям проекта, отдельно выделенный повар, который готовит еду. Ну, конечно, мы себе такого позволить не можем, роскоши. Мы готовим сами. То есть ты встаешь, делаешь завтрак, вот, все его съедают, потом собираешься, рюкзак, там, что там, спрей, сапоги, бланки, тетради и, ну, и воды, бутылку, и бутерброды, и пошел. И целый день, ну, вот, как бы, ты проводишь в полях. То есть мы приезжаем куда-то на какую-то территорию. Обычно заранее еще в институте мы намечаем точки исследования, то есть какие нам надо посетить там участки, либо это профиль мы прокладываем. Ну, сейчас в основном такие маршрутные исследования. И работа распределяется. Те, кто мальчики обычно побыстрее, да, по ловчее, они идут на какие-то очень далекие точки. Вот, ну, девочек обычно оставляют уже так, ну, не очень далеко, скажем так, чтобы не сильно загоняться. Вот, ну, и вот ты целый день, как бы, ходишь, описываешь сообщество, что нет. Какие у ботаника можно узнать очень просто? У него левая рука белая. А, ну, да, потому что она все под тетрадкой, да, это правда. Миталя, выезжала, наверное, в этот сезон, да? Выезжала, выезжала. А обычно это все в поле лета, да? Или когда? Да, вегетационный сезон. Ну, как выросла, вот, объект наш вырос, растительность, так уже можно ехать. Вот, в этом году можно было ехать уже в мае. И, по-моему, у нас кто-то и выезжал уже в мае. Вот сейчас очень хороший сезон. Сейчас особы очень хорошо описывать, они все видны. Июль будет неплохой сезон, август. Бывало, что выезжали в сентябре, но там уже, ну, смотря по каким надобностям, там бывало, что и в сентябре хорошо. Ну, то есть вот вегетационный сезон, скажем так, вот в него мы выезжаем. То есть вот, ну, вот и целый день мы проводим на болоте, потом вечером нас собирает машина, привозят обратно в лагерь, там мы опять готовим еду, съедаем ее, сидим, общаемся и расходимся спать. Ну, вот, вот, как бы ничего такого уж особенно примену. Ну, в принципе, там довольно интересно и всякие, бывают интересные вещи увидишь, это обсудить надо и так далее. Ну, вот, вот так. А сколько вы продолжительности при выездах в поле бывают? Ну, вот от минимума. Ну, минимум, наверное, один день, а максимум это сколько? Ну, бывают выезды однодневные, когда вот мы с утра сели, поехали и вернулись. Да, такое бывает. Ну, волонтерский проект шел, ну, то есть мы выезжали на 11 дней, ну, так, ну, максимум, наверное, недели две. Когда-то в 2001, наверное, году, вот тогда еще такая старая закваска были экспедиция, мы выезжали на месяц, но это было очень трудно. Потому что, во-первых, одежда непонятно, ее там то ли надо стирать, то ли ее надо складировать, то ли вообще где ее столько взять, вот. Потом, опять-таки, вот это мытье бесконечное в этих речках, ну, это тоже как бы все так, да, вот это тяжело, вот эти палатки. И, то есть, вот в таких экспедициях я бывала мало, вот в таких переездно-палаточных, бесконечных, таких по месяцу. Это вот как-то, вот старая школа тяготеет к таким вот совсем суровым условиям быта. Мы уже немножко, конечно, разбаловались. В палатке последний раз я жила в 2004, наверное, году. Вот. Но сейчас очень много жилья есть на регионах. И очень хорошая транспортная доступность. То есть, если раньше там ты полдня тратишь просто на добирание до места, то сейчас, ну, максимум там час-полтора, и ты уже вот от какого-то городка рядом расположенного, даже и гораздо быстрее мы добираемся. То есть, сейчас возможно жить. Очень много домов охотника, очень много лесничеств, которые расположены именно там, где нам это удобно. Вот это, кстати, было очень большой проблемой, когда был проект. Потому что приезжало много людей, и найти дом больше, чем на 4-5 человек, в Беларуси было, ну, вот просто нереально. Ну, вот не было их. То есть, мы тогда ездили не там, где нам надо, а там, где есть жилье, вот грубо говоря. Так в каких-то школах мы там заселялись, которые нас пускали. Ну, вот это была очень большая проблема именно с жильем. Потом, когда вот стали развиваться эти агроусадьбы, стало, конечно, гораздо легче, потому что мы просто, мы в один дом тоже не вмещались, но мы могли снять три дома. То есть, вот бывало такое, у меня выезжала очень большая группа, 17 человек в общей сложности. И даже в два дома мы не влезали. То есть, мы взяли три дома в деревне, заключили договора, оплатили им деньги, они все были очень рады. Ну, и мы тоже были очень рады, потому что мы смогли разместиться там, где нам надо, а не там, где вот мы можем. Вот, поэтому и сейчас вот мы, примерно, по той же схеме действуем. Вот с Беложьейской пущей мы недавно вернулись, мы жили в лесничестве, Белый лесок. Там на втором этаже у них такое что-то вроде гостиницы. Вот мы туда заселились и выезжали, ну, свои объекты, и довольно быстро добирались. То есть, ну, мне кажется, это гораздо удобнее, чем жить в палатке, испытывать все время какие-то бытовые трудности и с питанием, и с проживанием. Ну, вот так гораздо удобнее. Ну, если на то, например, тем более. А какая социализированная одежда, может быть, для того, чтобы ходить там по болотам? Если что-то... Ну, у меня вот даже требование. Многие очень любят джинсы, и многие в них ходят, просто их комары не так хорошо, видимо, прокусывают. Ну, мое основное требование даже в брифинге было, это быстро сохнущая одежда. Потому что одежда намокает, в болоте всегда, а в пасмурный или в дождливый день однозначно. И вот такая вот одежда, которая просыхает очень быстро, она вот прямо на тебе и просыхает, вот буквально как закончился дождь. Ну, вот желательно иметь там смену какую-то, ну, вот быстро сохнущая одежда, вот это одно из основных требований. Вот сейчас те, кто выезжает в пущу, там вот появилось еще одно требование, однотонная одежда должна быть. Потому что клещи вот эти вот, которые, там 52% клещей, которые принесли в лабораторию, оказались заражены. То есть половина клещей там заражены или лаймом, или энцефалитом. То есть, ну, как говорится, ничего хорошего, да. То вот, чтобы их увидеть, лучше иметь вот не вот этот вот, не хаки там какие-то с разводами, а однотонный цвет любой, неважно какой, там синий, красный. Ну, чем ярче он будет, тем быстрее вы его заметите, как говорится. Ну, вот быстро сохнущая одежда и однотонная. Ну, сапоги однозначно, потому что, да, потому что без сапог будет просто очень мокро. Хотя вот с местными жителями мы когда разговаривали, там мы все пытались узнать историю болота Дикова, и что с ним раньше было. Его раньше, оказывается, косили, ну, и ягоды там собирали. Так вот, они рассказывали, что на болото никаких сапог они не надевали. Они надевали вот такие советские трико и старые кеды. И еще в кедах старых они делали дыры, вот, чтобы вода выливалась быстро. И вот таким вот макаром они как бы ходили по этим болотам, ну, в зависимости от каких надобностей. То ли косили, то ли ягоды собирали. Вот и прекрасно себя чувствовали. А для исследователей какая-то техника специализированная? Ну, то есть, когда вы выезжаете, там, наверное, что-то, бур или еще что-то? Да. Ну, во-первых, это УАЗик. Очень хорошее дело, потому что если у тебя нет УАЗика, у тебя плюс там 3-4 километра просто ходьбы, вот, ну, не по болотной территории, потому что никогда в жизни никакая машина не заедет так далеко, как УАЗик. Вот. Бур, да, торфяной бур. У нас есть бур до 5 метров он бурит. То есть там, ну, как бы сам бур, это вот такая штука железная. На конце такой вот, как бы, пробоотъемник у него есть. И к нему потом постепенно, когда он уже на метр вошел, прикручиваются такие трубки по метру. Вот, как бы до 5 метров мы можем буриться вглубь и посмотреть каждый пробоотъемник где-то 25 сантиметров. Длиной каждые 25 сантиметров. Вот мы их по очереди вытаскиваем. Вот пока, как бы, не упремся в минеральное дно. Ну, это все описывается, записывается. Там, если надо, отбираются пробы. Бур, что там? Ну, лопата, топор, как бы, вот, пила, еще такие вещи нужны. Кондуктометр, флэшметр, нивелир, если это, как бы, мы нивелируем профиль. Ну, и самое главное, GPS, потому что, ну, сейчас-то он в телефонах есть, но когда-то это просто было спасение. Вот, хотя не всегда. А терялись когда-нибудь на болоте? Да, у нас, как бы, раз в три года обязательно кто-то теряется на болоте. Это стандарт. Как происходит процесс? Обычно теряется Созинов у нас на болоте. Он нам это не рассказал. Не рассказал, но он раз в три года обычно терялся у нас всегда. Вот, как это происходит? Ну, как-то вот банально, потому что вот один раз он вышел в 12 часов с болота. А почему? А потому что, как бы, ему дали точку, ну, обычно там, ты смотришь по ситуации, ты, может, не дойдешь до туда. Вот, как бы, тебе вроде туда надо, но не всегда это возможно. Мы были на болоте Старый Жадень. Там какая проблема была? Там оно погорело несколько лет, вот до этого, до нашего присутствия. Все эти деревья завалились, там их никто не убирал, потому что это просто невозможно, это болотная территория. И сверху покрылись мхом. То есть вот как бы так, вроде как лужаечка зеленая. Идти там невозможно, потому что, ну, вот, ты все время проваливаешься между деревьями, и там, ну, просто какая-то ужасная пересеченная местность. Ну, вот, я, по-моему, дальше, чем метров 600, не заходила. Потому что, ну, это просто нереально. Это, ну, сломать ноги там просто. Созинов, вот, он, ему сказали надо, он пошел, он шел-шел, мы звоним в полпятого Созинова, говорит, я иду на двадцатую точку, мы смотрим карту, двадцатая точка ровно посередине болота. Говорим, Олег, ты понимаешь, что уже полпятого, если ты идешь на двадцатую точку, ты теперь примерно столько же, сколько ты туда шел до полпятого, идти назад. Я думала, я там к вам выйду, вот, через, через другую точку. Говорит, к нам ты не выйдешь. Мы туда сунулись, там просто ужас, просто кошмар. Ну, у меня тут тоже не очень хорошо. Связь обрывается? Нет, связь не обрывается, почему обрывается? Я говорю, Олег, возвращайся. Все, двадцатые точки забыты, говорю, все, складываем бланки и чешем назад. Он говорит, нет, я подумаю, может, я к вам еще пойду. Говорю, Олег, там ты хотя бы ходил, ты хотя бы представляешь, что там. Говорю, давай. Нет, я подумаю. Ладно, хорошо, думай. Он еще минут 20 думал, перезвонит, говорит, ладно, пойду назад. Хорошо, иди. Мы вот уже и как бы вроде не спешим, потому что понятно, что еще часов там нам шесть ждать его. Мы там все работы пододелывали, и, наверное, часов в семь мы сами идем, а там все было в кабанах. Вот сейчас их как бы нету, они же там болели, их отстреляли. Вот, ну, не знаю, может, это и хорошо, потому что невозможно было пройти по лесу. То есть стоят кабаны прямо вот возле дороги. Ну, что с ними делать, непонятно. Мы как бы пошумели, покричали, они должны были, в принципе, уйти, но два из них ушло, остальные стоят. Страшно было, безумно. То есть с одной стороны речка с кустарником, вот дорога и кабаны. И вот, ну, вот что делать, непонятно, да, ботанику, бедному несчастному, даже без палки в руках. Вот. И, ну, в общем, я говорю, пошли по кустам. И мы там так хрустили этими кустами. И когда у меня уже жилетка начала намокать, я говорю, нет, все, пошли назад. Говорю, что черт с ними, с этими кабанами уже, это что-то невозможное. Ну, в общем, вылезли мы уже, не оглядываясь, там есть там эти кабаны, нет. Быстренько к машине. Пришли к машине, а в машине сломался, вот я даже сейчас помню, ролик натяжения ремня. Вот. И машина ехать не может. Ну, мы говорим, ну, чинись, нам-то все равно. Он как бы нас к деревне как-то вывез каким-то, ну, как-то она могла ехать, но очень недолго. К деревне выехали, он там чинится, мы ждем Созинова, там периодически созванивается. У него тоже там кабаны уже повыходили, стоят, хрюкают. Вот. Потом уже темнеть стало, уже как бы смеркалось. Вот. Ребята пошли, мальчики наши, которые остались, мы подъехали чуть ближе туда, к болоту, они вышли на окрайку болота, стали просто кричать. Там, да, Олег, иди сюда, тут краснокнижник, это молодец, раз, рододендрон растет. Вот. Так что не ошиблись, не соврали. Ну, Олег уже приободрился, как голоса стал слышать, ну, и как бы, и в полдвенадцатого он все-таки вышел из болота. Вот. И вот, вот такие мы сели в машину, а в машине ролик натяжения ремня сломался, и она может ехать только в полной темноте. И вот такие вот, и причем все время останавливаясь, и у меня там вода закипала, то есть ее надо было доливать, и потом снова ехать. В общем, очень долго мы до Турова вот таким макаром добирались, вот, приехали в Туров, а там бар работает. Ну, и... Вот. И все туда, давайте, ой, давайте хоть что-то попить купим, хочу, о-о-о, люди. Вот. И тут мы выходим на свет, Содинов босиком, ну, потому что он уже там весь вымок до невозможности. Вот. Я заложу свет, я заложу в карман, у меня там какие-то растения, которые я должна была у Содинова спросить. И я, мы начинаем эту траву там прямо разбирать, прямо в этом баре, рассматривать. О, типа, Олег, а что это такое? Это это? Нет, это не это. Ну, хорошо. Ну, в общем, вот, бывают такие приключения. Вот. Хорошо, что все нашли. Не, ну, обычно находятся, но теряются, да. А кто-то, если, например, с волонтеров на пыте один гуляет на болоте? Нет, нет, я шла последняя и ждала всех, даже если там человек отошел в кусты, я буду вот так стоять и ждать, пока он оттуда не выйдет, потому что, нет, это был один из страшных моих снов, потерять волонтера на болоте. Нет. Слава богу, миновало. Не разрешала даже отходить вот в кусты по одному волонтерам. То есть, наши, пожалуйста, а ребята, ходите парами. Ну, к слову, об одежде, она должна быть яркой на волосе. Ну, желательно. Да, желательно. Нет, ты как-то предвергла. Новые демозы. Нет, ну, не обязательно. Там вот, например, даже шляпы бывают, они тухаки, ну, там отворачиваешь, и там такая оранжевая полоска. То есть, ну, какая-то должна быть заметная вещь. Там белая, оранжевая, желтая. Вот неважно, что там. Косынка, платок. Не то, что искать легче, но так вот виднее, мало ли что. Особенно, если, ну, не особо знаком, там, и нету этих GPS-ов, там, не знаешь, куда выходить, то лучше, конечно, быть заметным, более заметным. А если бы не было такое там в России, может быть, не только в Бенгарусе, а еще в Деньг? Ой, такое классное болото было в Литве, ок, что мало. Такое прямо, м-м-м, хорошее. Оно хоть и нарушенное, его там, сколько лет, 200 назад его осушали, еще там такие канавы узенькие эти, так все интересно. Но в Беларуси, мне вот нравится болото Бродский мох. Оно непопулярное, мало кому известное. Вот оно только-только недавно стало заказником местного значения, хотя, мне кажется, оно достойно быть и республиканского. Есть такое миленькое болото в Рассонском районе. Оно не очень большое, такое очень классическое, выпуклое, с озерками в центре, с мочежинами, с морожками. Все как положено, все как я люблю. То есть и заход в него такой прекрасный. С дороги вот спускаешься немножко по леску, там буквально метров 30, и сразу болото начинается, вот как бы не надо там продираться к нему, пробираться. То есть вот, ну прям вот классическое. Вот оно никогда не было осушено, нигде там не копали никакие канавы возле него. Ну вот красота они болото. Вот мне оно нравится. Оно миленькое, маленькое, и мне оно очень... Хотя, конечно, ну они все прекрасны, вот в чем-то, в своим особенном, они все очень хороши. А если я вас спрашиваю пример, например, но я так уже задам, сколько болот в Беларуси? Ну, по данным государственного торфяного кадастра в Беларуси почти, по-моему, 10 тысяч болот. Ну, разного размера, от как бы совсем, там, не знаю, на гектар величиной до вот этих огромных ельня, там, морочно, альманские болота. Ну вот, тем более, что многие комплексом считаются болот. Вот те же альманские, по-моему, это не одно болото, а несколько вместе соединенных. Ну, как бы, ну не обойдешь за всю жизнь все, в любом случае, поэтому... Ну да, как бы вы говорили, что вы стали следить все болот, грубо говоря, как-то даже случайно. Ну, получается, что не я выбрала болото, они выбрали меня, потому что я остался единственный человек, который, ну, мог, потому что там английский же еще, вот, все это подтянуть. То есть, ну, ну да, так получилось. Так вот, в связи с этим вопросом, было ли в какой-то момент ощущение, что очень важно в Беларуси исследовать болото? Ну и что это прям такое важная идея? Да, было ощущение такое. Вот я, когда лугами занималась, у меня все время, меня мучило ощущение ненужности вот этого никому. То есть, мне казалось, что я делаю какую-то не очень важную и не очень нужную работу, потому что болото, ой, луга, бассейны реки Свислыч, но они все очень нарушенные, там вот как бы нету таких луговых угодий, как на Днепре, таких широких, больших. Ну, есть там уже в Низовьях, но здесь вот как бы нету. И я все время не поняла, кому это нужно. Там коров там вроде не пасут, как бы, ничего там вроде не косят. Ну, вот зачем она, для чего вот это изучать? Вот это меня как-то мучило. Хотя сейчас я понимаю, что, ну, это какие-то такие были не очень осмысленные мысли. Вот. Но болото мне сразу показались какими-то очень важными вещами, то есть, очень нужными. Не знаю даже почему. Меня вот, я первый раз столкнулась с болотом еще вот до этого проекта. Я поехала в... Российско-белорусский такой был проект по исследованию эффективности мелиорации в Беларуси. Вот у них шел. То есть, когда они работали, и в России, когда они работали на территории Беларуси, они брали, ну, вот кого-то из белорусов. Я тогда еще была аспиранткой, ну, вот тоже каким-то случайным образом попала туда, в этот проект. И, ну, вот все было стандартно. То есть, мы приезжаем, там перебрались через Канавы, пришли, там растет большой красивый лес, мы его вот описали, все записали, собрались и ушли. И тут мы приходим на участок верхового болота, который тоже зачем-то осушали. И очень, меня поразило это просто. То есть, Канавы там прорыли, как везде. И везде стали просто расти деревья, потому что они уже смогли это сделать. Там Канавы тоже прорыли. Точно такие же глубокие, большие Канавы. Они за пять лет покрылись сфагнумом. И, ну, грубо говоря, пофиг эти Канавы, потому что они держат воду все равно. Ну, она может чуть ниже опустилась, но оно все равно, вода стоит сфагнумом, держит воду сам. Вот. Канавы эти позарастали постепенно, и, как бы, деньги закопаны просто в землю. То есть, на верховых болотах мелиорацию проводить, ну, это просто безумие. Это просто зарытие денег в землю. Если на низинных это, ну, довольно эффективно, там, сельхозугодий можно сделать, какие-то лесные, лесные делянки, вот, то здесь это просто бессмысленно. И потом мы брали керном с лишним лет. И прямо вот видно было, то есть, она росла очень-очень плохо. Потом раз лет пять, там, шесть-семь, у нее прирост хороший пошел. То есть, уже оно могло брать эти питательные вещества и расти. И потом это все опять уходит, то есть, сфагнум закрыл канавы, и она опять растет, вот, как бы, очень-очень плохо. То есть, вот, меня это поразило. То есть, оно само себя, как бы, спасло, вот, грубо говоря, так. Вот тогда я помню, что мне это было очень интересно. Ну, тогда мне еще показали, там, какие-то сфагновые мхи, вот там, вот такие-такие, все, вот, было очень интересно именно тогда. Ну, а нужность болот, ну, я не знаю, наверное, не стоит о них, уже так, это всем известно, и регуляция климата, и фильтраты естественные, и поддержание уровня воды, и прочее, и прочее. То есть, ну, опять-таки, там, 56 процентов ягодников белорусских, это именно болота верховые. то есть, вот, ну, не вызывает сомнений нужность болот. А хотела еще спросить про много ли в Беларуси болотных исследователей? Вот у вас, мы просто встречи говорили с вами, что есть команда. Ну, да. Ну, а вообще, по Беларуси, какая коммуникация? Ну, болотных исследователей достаточно много, просто каждый занят какой-то, ну, вот, своей спецификой. То есть, геоботаники болотоведы, ну, вот, мы там, вот, с нашей командой, там, вот, девочки с Ботсада, у них тоже болотные исследования, тоже болотоведы, можно сказать, но они исследуют редкие растения, как бы, вот, растущие в том числе и на болотах. Они бывают на этих болотах, они их знают, как бы, вот, знают все, там, точки краснокнижных видов, где они растут. Там, вот, институт природопользования, у них, ну, вот, свой взгляд на болото, они их рассматривают, вот, как ресурс, там, торфа, но они тоже болотоведы, они тоже исследуют болото, они тоже выезжают, тоже проводят исследования, тоже знают там растительность. Торфа очень хорошо знают. Полесский институт. Да, Полесский институт. Институт мелиорации очень много тоже. Ну, каждый как бы со своей точки зрения это все делает. Вот в Пуще сейчас там, как бы, они тоже такие проекты болотные запускают. Вот те, кто восстанавливает болото сейчас. Зоологи очень хорошо знают болото, потому что у них очень много краснокнижных видов именно там растет. И вот они понимают, что ну нельзя сохранить вот просто птицу. То есть надо сохранять биотоп, где она обитает. Но это опять-таки сопряжено с растительностью и со всеми такими вещами. То есть, ну вот. Ну, что достаточно немало. Хорошо. И я хочу задать последний вопрос. Есть еще, что нам можете даже попадать задавать. Про проекты, которыми вы сейчас занимаетесь, да, вы вначале упоминали. Может, как-то немножко их раскрыть, что вы сейчас делаете? Ну вот сейчас очень много у нас исследований связано с картографированием. То есть, вот это такое тоже наше ноу-хау, когда была разработана такая технологическая цепочка от космического снимка до карты растительности. И карта растительности сама по себе, ну вот, может, для неспециалистов она и не нужна, но из вот этой созданной карты растительности можно сделать, ну, просто неограниченное число карт. Там карта запасов, там, клюквы на болоте, карта ресурсов, там, ну, вот, багульника, например, карта, ну, допустим, каких-то увлажнений, где там более влажные территории, где более сухие, карта каких-то процессов, которые происходят, вот в какую они сторону идут, где заболачивание, где там наоборот. Вот, да, то есть там, ну, только фантазия твоя может ограничить ту карту, которую ты можешь сделать из-за вот этой базовой карты растительности. И вот, ну, очень интересный, законченный уже проект, это карта растительности, карта биотопов Национального парка Нарочанский, то, о чем я говорила. Но на Нарочи мы сидели, начиная с 2004 года, то есть там у нас такие массивные, большие исследования, мы, конечно, доезжали, там добирали то, чего мы не знали, но, ну, в принципе, на Нарочи, наверное, там все уже обхожено, исхожено, и вот, вот, как бы это результат этого труда. Вот сейчас такой же проект у нас идет в пуще. То есть с 2015 года мы очень плотно сидим в Белорусской пуще, лугов там немного, болота у нас, как бы, тоже все вроде обхожены, уже даже по несколько раз на одни и те же места. Ну, леса, там проблемы вот с лесами, мальчики все закрывают, вот эти вопросы лесные, потому что мало того, что там не всегда все верно по таксации, то есть надо посетить каждый этот выдел, посмотреть, что же там, там еще сохнет ель, то есть и вот, и два года назад они там были, и там было все прекрасно, а сейчас они пришли, а там уже усыхающий ельник, и его уже надо вводить в другую категорию растительности, уже как бы усыхающий ельник. Ну, вот такие вот проблемы существуют. Ну, проект еще по кошению, тоже третий год, наверное, идет, то есть косят споровское болото, чтобы сохранить вертлявую камышовку, то есть так оно зарастает, зарастает ивой, кустарником, птицы не хотят селиться там, где очень большие кусты ивы, им надо вот такие небольшенькие кустики, где бы они могли петь там, кочка им нужна, не очень большая, где они могли бы гнездиться, то есть когда оно зарастает вот ивами и вот этими высокими осоками, гнездиться они не могут, потому что кочки слишком, ну, какие-то неподходящие для них, кусты им тоже эти не нравятся, то есть вот было принято решение, споровское болото раньше косили, и камышовки там было полно, то есть сейчас загнали туда такие ратраки большущие, они там вот с периодичностью какой-то прокашивают это болото, а мы смотрим, вот, ну, как это лучше делать, там, ежегодно, через год, там, через два, или там, ну, вот, какие-то делаем выводы по этому поводу, и то же самое на званце, то есть там, там вообще непонятно, что с ним делать, оно вот, ну, просто какое-то погибающее болото, зарастает просто с какими-то бешеными темпами тростником, и вот с ним пытаются бороться, а причины почему вырастает тоже нет, причина понятна, это большая минерализация, то есть там смыв то ли с полей, то ли откуда-то идет, и вот мы даже смотрели, брали свои исследования о продуктивности тростника и минерализации, они вот прямо ноздря в ноздрю идут, чем выше минерализация, тем выше и гущий тростник, то есть там уже в середине, там вполне приличное болото званец, но вначале это какой-то просто ужас, это как бамбук, этот тростник огромный, ничего не видно, не пройти, но вот они сначала его сожгли, чтобы убрать старые эти хотя бы тростничины, а сейчас они его косят тоже, то есть, ну, с тростником стало как бы полегче вроде как, но все равно он зарастает, все равно это болото зарастает, и вот продолжается опять проект, опять они будут строить там какие-то шлюзы, дамбы, то есть была построена противофильтрационная дамба, которая вот не пускает эти смывы с полей, сейчас они хотят какой-то построить там шлюз, чтобы вот регулировать уровень воды, потому что если дать очень много воды, тростник, ну, еще больше обрадуется и начнет расти еще лучше, то есть там ему надо вот, чтобы он не рос, болоту надо, а соке, чтобы вот вода была вровень с землей, где-то так примерно. А чем вы занимаетесь в свободное время? Есть ли оно вообще, может, какие-то хобби или что-то не связанное? Нет, ну, свободное время, вот у парней наших свободного времени, я так понимаю, особо нет, да, ну, женщины как-то умудряются находить, но есть у меня много хобби, я очень люблю вот руками что-то делать, вот как бы все, что можно сделать руками, вот мне страшно нравится, там, шить, вышивать, там, вязать, времени на это, конечно, не хватает, но хоть что-то, хоть где-то, хоть как-то можно ухватить, там, дача есть у нас, вот там тоже что-то выращивается, растет, ну, грядок у нас нет, есть теплица, там что-то там, а? Маленькое болото? Нет, молодое болото нет, там у нас, к сожалению, логощина, горы, и никаких болот не получается, вот. Ну, то есть, вот, вот такие хобби. Ну, там, дочка все время какими-то своими загружает, там, то и поделки какие-то надо, то еще что-нибудь, то какие-то фартухи шить, в общем. Научная работа была? Да, сделала дочка у меня поросянки научную работу, мы ее брали с собой на болото, мерили там эти росянки, что там высоту мы мерили, количество листьев, вот. Ну, такая детская научная работа. Ну, был, да, все, все дали. вот, ну, бывает, конечно, свободное время легко очень исчезает, если вот ты как-то не ставишь какую-то преграду, что, типа, все, давайте, ребята, потом. у меня на самом деле есть, ну, скорее, наверное, на уточнение, то есть, вот все ваши исследования, это промежуточный продукт для того, чтобы управлять потом этими балловами? Ну, это, конечно, высший пилотаж, вот управление, к этому, конечно, все стремятся. отрасника, да, да, но это вот в этом проекте так, да. Вот ваша работа, это такая промежуточная штука? Наша работа, да, мы должны сделать вывод, где, как делать лучше. Вот, вот они сделали так, вот они там в этом месте косили там через три года, например, в этом месте ежегодно, а в этом месте через два года. И мы должны сказать, ребята, косите через два года, это вот the best. Потому что для меня это с большего, то есть территория болота, это какая-то заповедная зона, в которую, которая не терпит вмешательства, да, человека вообще в нем, только если собрать яблоки, ну, это из детства, если, да, и просто еще исследовать, потом еще управлять, мне казалось, что это всегда какие-то территории со статусом, в которые особо, в принципе, и не стоит влазить. в принципе так, но вы же знаете, что стоки всех рек зарегулированы, то есть у нас практически нет рек, которые не зарегулированы, даже Припять, которая разливается и которая там, ну, какие-то потрясающие результаты показывает, и то она все равно зарегулирована где-то там ниже по течению и так далее. То есть оно уже, вот этим, это уже вмешательство. То есть раньше оно заливалось водой высоко, все эти ивовые кусты погибали, потом, ну, раньше же, ну, если там брать, сколько там, 300 лет назад, не знаю, были же крупные копытные, которые паслись в поймах, там, в пойменных болотах и так далее, они эти кусты просто выбивали, вытаптывали. И вот таким образом, как бы, это или лук, или болото, оно вот само так поддерживалось. Верховое болото, оно само себя поддержит. Ему главное, чтобы уровень воды был достаточный, чтобы, вот ельню сейчас закрыли плотины, и вода вернулась, там как бы все очень, и очень хорошо, так же оно тоже горело, просто по сумасшедшему. Поэтому, ну, поскольку уже человек вмешался, вот надо какие-то проводить мероприятия, которые, ну, помогут поддерживать его, ну, в каком-то более-менее, ну, как нам кажется, естественном состоянии. Конечно, можно было это все оставить, но заросло бы оно и во этой, ну, и бог с ним, как говорится. Ну, если вы хотите сохранить вертлявую камышовку, будьте добры, создайте ей условия, чтобы она могла там жить и размножаться. Поэтому, да, управление какой-то природной территорией, это, ну, выше пилотаж биологии, вот я считаю, потому что, как бы, да, ты можешь исследовать, можешь там сделать какие-то выводы, ну, вот, управлять и эффективно управлять, ну, в любом, наверное, деле, это вот самое высшее, что может быть. Как вы делаете, за прошлый год, сколько вы провели время в поле на болоте? В сезон, в смысле, или вообще? за год. Ну, за год, получается, допустим, выезда четыре, ну, вот у меня, ну, от, допустим, от семи до, ну, до двенадцати дней, вот где-то так. С волонтерами, когда было, там было немножко подольше, потому что четыре группы за лето мы принимали, и на каждую, там, две-три недели уходило, в зависимости, опять-таки, от проекта. ребята наши выезжают больше, ну, вот парни, я имею в виду, они, наверное, командировок восемь, вот, ездят, вот они сейчас в полях, а меня не взяли. Это коллеги или ученики, или кто? Проект, это вот волонтерский, я имею в виду, был проект, а команда, команда нет, мы все коллеги, ученики, ну, вот они, как бы, ребята тут пришли молодые, уже всему научились, и мы уже их за учеников не держим, уже они, как бы, вполне себе профессиональные исследователи, то есть было такое, мы же и сами, как бы, когда начинали, у нас не было вот этого старшего звена, которая, вот, от которого бы мы научились, то есть мы пришли после девяностых, когда более-менее все люди вот возраста, там, 40 лет, такие вот наиболее продуктивные ученые, они ушли, потому что денег не было, семьи у всех были, кормить их надо, и, ну, вот остались такие, или уже совсем постаршие люди, или вот мы уже пришли совсем молодежь, то есть у нас был такой разрыв, и мы, в принципе, вот очень до многого чего доходили сами, там, мало было людей, которые вот что-то бы могли показать, а уже к нам приходили ребята, да, с университетов, и, ну, быстренько там буквально за года 2-3 всему обучались, и сейчас вот, вот Руслан скоро защищается, да. Сколько у вас в команде? Сколько у нас в команде? Ну, команда может быть и из двух человек выехать, как бы, в поле, там, если это очень маленький, я думаю, с Катей Моисеевичей, в прошлом году, Туровский лук, там надо было закартировать, Туровский лук, стояла такая работа, Туровский лук 140 гектар, везде он проходим, там выпасаются сейчас эти бычки, то есть он весь протоптанный, такой вот прям классический лужок, и мы прекрасненько там вот за 2 дня весь этот лук, да, ну, там тропы, там как бы все видно, там, ну, такой дамский лук вполне, я считаю, там, ну, в одно место нас на лодке перевозили, а со второго стороны, ну, на машине мы там сами заходили, там мостик был, вот, ну, все, да, нормально, 140 гектар, 2 дня, вполне, тем более, ну, нам не надо посетить, вот прям каждый кусочек, то есть мы, у нас же карта, мы посмотрели, наметили какие-то контуры, где там вот, тут непонятно, сходим сюда, так, здесь непонятно что, сходим сюда, вот здесь какой-то большой контур, его обязательно надо описать, потому что, ну, чтобы вот точно знать, что это вот это растет, то есть вот намечаются точки, и ты просто идешь по маршруту, и посещаешь эти точки, делаешь описание, и пошел. А самая большая команда исследователей, которая выезжала, наверное, началась в 8, где-то так, вот, ну, ну, это уже, это, ну, с России к нам приезжает, вот, периодический болотовед, так, в гости, и просто там на болото съездить. Какая одежда не промокает, выкосохнущая? Ну, синтетика, вот эти штаны такие, с подкладкой такой вот бывают, такая там сеточка внутри, а сверху какая-то синтетика. А передела не бывает? В полоте? Ну, всякое бывает, воду надо брать. Поливать, наверное, синтетику? Ну, почему? Ну, в болоте стоишь, ноги замерзают иногда, и вот сейчас в пуще, мне пришлось на обед выйти на дорогу, потому что у меня просто замерзли ноги. Вода была 11 градусов, я стояла по колено в воде все время, то есть ноги там, вот где-то внутри, там, наверное, еще было холоднее, я просто, день жаркий был, но я замерзла, то есть я вышла, поела и пошла обратно, потому что, ну, просто погреться. Поэтому перегрев, ну, если это как-то очень сухое, или на лугу, если там работаешь, да, жарко было. Ой, Званец, да, Званец это очень страшное болото, там все время летают какие-то тонны слепней, которые залезают вот просто везде, во все мыслимые, немыслимые места, там в машины, в накомарники, даже если наденешь, они все равно умудряются туда пролезть, и там жужжать, и это вот все так бесит, а еще жарко, а еще эти тростники шуршат, и ой. Самый лучший чукотский способ, это дегуть с маслом. Да, ну да, наверное. На окружающем не очень. Да, и спреи на этих слепней, как бы, совершенно не влияют, это, я вообще до прошлого года считала, что Званец это худшее болото в Беларуси, и вообще, как бы, зачем его тут спасать, его бы вот, и забыть про него, вот. Я все время работала на пробах, пробы все время были в тростнике, потому что, как бы, пробы закладываются в каких-то проблемных местах, и одна делается, вот где-то далеко уже такая вот, типа, это контроль, там все хорошо, а здесь все плохо, здесь исследуем. И там вот, где все хорошо, я не доходила, потому что мы все время там почему-то не успевали, мы все время спешили, и туда, где все хорошо, ходили мальчики, потому что идти далеко, они ходят быстро, и все успевают сделать. А тут у нас было много времени, мы сделали там сегодня, Тут две пробы, завтра там две пробы, а послезавтра мы идем на эту дальнюю пробу. И вот когда я зашла на... там Ельня островами такими перемежается, то есть болото, ой, званец, болото, остров, болото, остров. И вот когда ты выходишь на остров и видишь вот это вот все болото перед тобой открывается, и совсем там не так уж и много тростника, как в начале, и оно очень красивое, и там всякие растут редкости на этих дюнах, ну, на островках этих, то, конечно, там хорошо. И ветерок обдувает, вроде не так уже и слеп не жрут. И вот тогда я заценила, что да, болото красивое, хорошее. Потому что так я его не видела. Тростники, тут что-то и мухи. Ужас. А какое вот самое удивительное болотное впечатление вот за все эти годы? Вот такое вот, что вспомнить, просто улыбаться. Ну, вот был смешной такой случай. Вот. Мальчики наши тогда английские знали совсем не очень хорошо. И приехала там такая волонтерша Кристина. Она уже такая, ну, и в возрасте была, и, наверное, лет 50 было. То есть, ну, не то, что девочка молоденькая. И вот мы, первый выезд на болото, она сидит, не ест, не завтракает. Я говорю, Кристина, кушай, потому что есть захочется очень быстро. А ланч еще очень нескоро. Говорит, ну, и съела там два кусочка огурца. Я говорю, Кристина, ешь кашу, там, ну, что там на завтрак было. Говорю, съешь бутерброд, возьми хлеба с собой тогда уже, если ты вот, ну, ну, как бы, ну, ты взрослый человек, что я тебе скажу. Как бы, да, на 20 лет у меня тогда она была старше. Вот, и поехали мы на болото, там, очень долго шли до болота, там, перебирались, пробирались. Пришли, а там такое, ну, вот, это Брасловский парк был национальный. Там такая болотина такая большая и огромные сосны. То есть, вот, что не характерно для болота здоровые такие сосны, высокие. И понятно, что это очень старовозрастное насаждение. Это ценное редкое насаждение вот у нас считается, как бы, такой высоковозрастный сосняк на болоте. Мы все там в восторге, там, он уже начинал распадаться, там, деревья некоторые падали. Наши взяли спил, сидят, Дима сидит вот с этим кругляшом, сидит, считает годы. А их там, ну, много, оно же, как бы, плохо растет. Считает, считает. А Кристина это уже, видно, есть захотела и очень сильно, потому что, ну, а у нас вот надо выполнить какую-то часть работы, потом наступает ланч, а потом мы доделываем вот остальную работу. Ну, вот, а ланч еще не наступил. И она подходит к Диме, этот сидит с этим кругляшом, вот, и она говорит, я очень-очень-очень голодная. А Дима тогда слово голодная, hungry, ну, не знал тогда еще. То есть, вот, там, он понял, что пришла волонтерша, и что, ну, ей хотя бы что-то надо сказать из вежливости. Он поднимает этот кругляш и говорит, этому дереву 200 лет. И, как бы, и начинает считать дальше, пересчитывать, да. Она сказала, спасибо, и ушла. Ну, и обо всем этом бы никто не узнал, но она сама рассказала это все за ланчем. Когда уже наступил ланч, и, наконец-то, она получила этот свой завидный бутерброд. И вот она рассказала, что она пришла с сообщением, что она очень-очень голодная, и что, как бы, мы, как руководители, должны что-то с этим сделать. А мы сказали, что этому дереву 200 лет, и, как бы, вот, делай, что хочешь, а ланча нет. Вот, вот, вот. Машина русская, да, получается? У вас рабочий день, там, часов по 12, да? Ну, да. И выдерживают? Или вот так? Ну, вообще, нормально себя выдерживаясь? Ну, так это же, это же, как бы, недолго, это же, как бы, то есть, тяжело, да. Ну, дни 10 еще реально. Ну, перерыв. Если 10 дней, обычно делаем какой-то, вот, легкий очень день в середине, чтобы можно было, там, отоспаться. А вы там, может, где-нибудь после обеда, где-то с пустом поспать? Не, ну... Ну, может, ты и так обождите не 8-5 часового, а полторы рабочих, как у меня. Ну, там как-то вот, ну, ты весь, вот, как бы, на подъеме, то есть, организм, у нас вот сколько людей мы не вывозили простывших каких-то, ой, выезжаю там, у этого сопли, у этого насморка, у этого давления. Проходят два дня, все здоровы. Все. Ну вот лоси нас в тетрадки заглядывают, утрируют. Ну змеи там как бы ползают все время и часто, но они как бы и сами нас боятся. Потом, если ты хочешь куда-то сесть, ты всегда смотришь там, чтобы никто там не жил. Лоси ходят, ну лоси не опасные, вот зубры какие-то они такие подозрительные. А, травма. Стараемся, ну как-то вот уже беречься и аккуратно, да. Стараемся, да. Не заходить там в какие-то очень топкие места. Ну все понимают, что ты в полевых условиях и что вытащить тебя из болота это труд великий. А куда инструктаж есть, да? Ну инструктаж есть, конечно, всегда обязательно. Как иначе, конечно. И стараемся, ну у нас то бывает, что исследователи по одному ходят, потому что, ну бывает, не хватает людей. Там с Созиновым, например, никто не набегается особо, потому что он длинноног и быстроног. Вот, а он бывает один убегает. А так стараемся, чтобы все-таки ходило по два человека, потому что все-таки в целях безопасности это важно. Ну сейчас телефоны, они работают почти везде, связь есть. То есть если раньше мы приезжали к болоту, просто выключали телефоны. Ну и тонут, кстати, они тоже везде. Ну тонут они тоже везде, да. А там какие-то полы не бывают в этих болотах? Ну, мочужины бывают, но они же видны. Как бы не надо туда идти просто. Вот если вы видите, что там вода и какие-то редкие сфакты, ну туда ступать не надо. Ну палка нужна, особенно по началу, если вы, ну как бы редко там бываете, да, лучше идти с палкой, безусловно. Ну да, палка это лишний груз в руках, поэтому если она не очень нужна вот в данной местности, мы идем без нее. Переходные болоты без палки? Да, там может быть неизвестно что. Ну вот и на жаде мы забрели вспущенное это озеро, и тоже без палки поперлись, вот как бы, совершенно бездумно. Вот сейчас я так понимаю, что это была просто глупость, и палку можно было вырубить там на начале. Пошли, там сплавина такая еще, да, о, прикольно, Дима там идет где-то внизу и прогибает вот этот сфагновый покров, а я иду по горе, которую он образует, там, о, классно, как хорошо. А потом мы дошли до острова, а там приостровные топи всегда. И все, и Дима как-то там еще так затонув немножко перебрался, а я стою вот и погружаюсь, погружаюсь, а Дима говорит, я назад не пойду. И я понимаю, что мне, ну, придется перебраться туда. Ну, я там как-то тростник стала заламывать на него наступать, ну, вот и как-то довольно хорошо перебралась. Но это вот была такая вот реальная глупость, когда вот непонятно, почему мы так сделали и зачем мы так пошли. Плавина бывает одноразовая, туда прошел и назад. Нет, там, наверное, сплавина, это когда снизу вода, а сверху сфагновый покров. Как матрас. Как матрас, да. Вот он прогибается, вода высота. Ну, вот он, если он идет здесь, он, получается, идет в яме, а вот эти края приподнимаются. А они рвется, да? Бывает, рвется, если она не плотная. Но та была довольно плотная, вот только на краю такая была уже. Она закончилась просто-напросто, это сплавим. Спасибо большое. Да не за что. Давайте продолжим. Спасибо. 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 Спасибо.